МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, мои юные математики! А где это, интересно, у нас циркуль? Ага. Так-так-так-так-так-так-так-так. Хочу вам сообщить, друзья мои, неожиданное известие. Это записка от Альберта Петровича. Он приезжал и забрал с собой циркуля на математическую конференцию. Интересно, а с кем же я буду вести нашу передачу? Всем привет! Меня зовут Синус. Ага, здесь постскриптум. И оставляю ему на замену Синуса. Это молодой перспективный хомяк с большими математическими способностями. Ну что ж, Синус, будем знакомы. Меня зовут Степан Петрович. Очень приятно. Теперь будешь вести со мной передачу. Согласен? Безусловно. Итак, начинаем. Нам пришло письмо от Лены Тихоновой из Пензы. Лена пишет. Здравствуйте, профессор. А как еще можно умножать, кроме как на калькуляторе и в столбик? Напомни-ка мне, Синус, какой-нибудь интересный способ умножения. Ну, например, китайский. Я вижу, ты неплохо разбираешься в математике. А умножать по-китайски ты умеешь? Нет, к сожалению. Сейчас научишься. Это очень древний способ умножения чисел. И многие люди, не только китайцы, пользуются им и сейчас, когда у них под рукой нет калькулятора. Интересненько. Начнем с простого примера. Допустим, нам надо перемножить числа 21 и 32. Проведем сначала две параллельные линии, близко друг к другу, примерно под углом 45 градусов. Ну, почему две? По числу десятков в первом из наших множителей числе 21. Теперь параллельно этим линиям, но на некотором расстоянии от них, проводим еще одну. Наверное, по числу единиц. Да, по числу единиц в числе 21. А сейчас под прямым углом к этим линиям чертим три параллельные линии по числу десятков во втором нашем множителе в числе 32. И, наконец, проводим еще две линии по количеству единиц в числе 32. Параллельные трем только что проведенным. И что дальше? А дальше, Синус, займемся несложными подсчетами. Мы с тобой будем считать точки пересечения наших линий. Число точек пересечения в левой части рисунка будет равно числу сотен в результате. Вот она. А число точек пересечения в правой части рисунка равно числу единиц в искомом числе. А в середине тогда что? Число десятков, конечно. Итак, считаем. В левой части у нас... Одна. Две. Три. Четыре. Пять. Шесть. Записываем число шесть. В середине у нас сверху одна, две, три, четыре точки. И снизу еще раз, два, три. Всего семь точек. Записываем. И, наконец, справа у нас всего раз, два, две точки пересечения линий. Записываем два. Итак, двадцать один умножить на тридцать два равно шестьсот семьдесят два. Проверим при помощи калькулятора. Итак, двадцать один умножаем на тридцать два. Равно, пожалуйста, шестьсот семьдесят два. Все правильно. Давайте перемножим по-китайски более сложные числа. Хорошо. Сейчас умножим сто двадцать три на триста двадцать один. Сто двадцать три умножаем на триста двадцать один. Я заранее подготовил рисунок. Вот видите, ребята, здесь число сто двадцать три. Сначала одна линия, потом две, потом три. И число триста двадцать один. Сначала три линии, потом две, потом одна. Разделим этот рисунок на пять частей так, чтобы в каждой части точки пересечения линий располагались приблизительно на одной вертикали. Итак, в первой слевой части рисунка мы будем считать десятки тысяч. Во второй – тысяча. В третьей – сотни. В четвертой – десятки. И в последней – правой части – единицы. Слева у нас три точки пересечения. Записываем три. Далее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Записываем. Считаем дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Считаем десятки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Записываем. И, наконец, единицы. Раз, два, три. Пишем число три. Одно из чисел у нас оказалось двузначным. Поэтому переносим лишнюю единицу налево, более старший разряд. Выделяем единицу. И переносим сюда. Прибавляем эту единицу к восьмерке и пишем вместо восьми девять. Вот и результат. Сто двадцать три умножить на триста двадцать один равно тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят три. Записываем. Тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят три. Какой интересный способ умножения. Надеюсь, ребятам он пригодится. А вы, ребята, попробуйте сами перемножить китайским способом какие-нибудь числа. Ну, а нас ждет геометрия. Написал нам Дмитрий Тищенко из Нижнего Новгорода. Уважаемый Степан Петрович, расскажите, пожалуйста, о единицах измерения, которые используют астрономы. И почему размеры звезд и планет на небе измеряют в градусах, как будто это углы. Что ж, продолжим тему, которой мы уже касались в нашей программе. Поговорим о математике в астрономии. А что, правда размеры звезд в градусах измеряют? Да. Конечно, так измеряют не истинные, а видимые размеры небесных тел. Их так называемый угловой диаметр. Угловой диаметр Луны в среднем составляет тридцать одну угловую минуту и пять угловых секунд. Ну, вы же сказали, в градусах измеряют. Слушай, дальше. Поскольку видимые размеры почти всех небесных тел очень малы, их обычно измеряют в долях градуса, в угловых минутах и угловых секундах. А сколько в градусе угловых минут? В одном градусе шестьдесят угловых минут. Запишем это. Один градус равно шестьдесят угловых минут. А в одной угловой минуте шестьдесят угловых секунд. Одна угловая минута равна шестидесяти угловым секундам. Чтобы понять, что такое угловая секунда, представьте себе, что вы смотрите на футбольный мяч с расстояния 45 километров. Угловой диаметр мяча в этом случае будет равен примерно одной угловой секунде. О-о-о, с такого расстояния никакого мяча не разглядишь. Но угловая секунда – это очень мало. Однако, Синус, видимые размеры большинства наблюдаемых звезд еще меньше. Они составляют всего лишь ничтожные доли угловой секунды. А самые большие наблюдаемые объекты на небесной сфере – кометы. Видимая длина хвостов некоторых из них огромная. Достигает семидесяти и даже восьмидесяти градусов. С видимыми размерами понятно. А с настоящими что? Какие в космосе единицы измерения, кроме километров? Ну, поскольку астрономы измеряют объекты гигантских размеров, галактики и даже скоплений галактик, то и единицы измерения у них особые. Например, астрономическая единица. Она равна среднему радиусу земной орбиты, то есть примерно 150 миллионам километров. А еще какие есть единицы? Ну, например, световой год. В нем более 9 триллионов километров. Это расстояние, которое свет преодолевает за целый год со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Как говорит мой коллега, циркуль – архи впечатляющие. Ну и огромный же этот космос. Да, без математики его не изучить. А еще без математики не решить задачи. Это верно. А скажи-ка мне, Синус, сможешь ли ты назвать число, состоящее из 11 тысяч, 11 сотен и 11 единиц? Элементарно. Это 11 111. 11 111, так? Да. А теперь давай проверим. 11 тысяч плюс 11 сотен – это 11 100. плюс 11 равно 12 111. Ну, как же я сразу не догадался. Не надо было торопиться с ответом, мой друг. Ну, а наша передача подошла к концу. Ребята, пишите нам по адресу 109-147 Москва, улица Марксистская, 34, корпус 7, телеканал «Радость моя». И оставляйте свои вопросы и комментарии на нашем сайте радостьмоя.ру Профессору Круглову. До свидания, ребята. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова